Здравствуйте! Вы смотрите новости на городском телеканале ЮТВ. О важных и интересных событиях этого дня расскажу вам я, Алексей Чернов, и мои коллеги. Перейдем к главным темам выпуска. Как преобразовались больницы моногородов за пять лет? В университетах началась приемная кампания. Оренбурженко отсудила у перевозчиков 80 тысяч рублей. Об этом и многом другом далее в выпуске. Здравоохранение в моногородах области заметно улучшилось. От состояния больниц до количества и профессионализма врачей. Об этом заявила министр здравоохранения области Галина Зольникова. Программа по развитию медицины в моногородах региона реализовывается с 2011 года. За это время в семи муниципалитетах освоили более одного миллиарда рублей. Изменения ощутимы как для пациентов, так и для врачей, сообщили в Минздраве. Эти города получали оборудование, получали средства федеральные и областные на ремонты, получали также автотранспорт и проводили в некоторых блоках капитальный ремонт. Те же самые проблемы, что и в других городах. Неукомплектованность с кадрами, особенно фельдшерских и акушерских пунктов. Эта проблема пока не решена и мы понимаем, что она довольно серьезная. У жителей некоторых отдаленных районов появилась возможность обследоваться в профильных центрах, оснащенных современным оборудованием. Теперь для этого не нужно ехать в Оренбург. Медучреждения появляются в моногородах, сообщили в министерстве. Это позволяет выявить заболевание на ранних стадиях. В Гае есть противотуберкулезный диспансер, который входит в систему общей сети противотуберкулезных лечебных учреждений. В Новотроицке есть кожно-венерологический диспансер, есть наркологический диспансер. Они также оказывают помощь людям, проживающим на Востоке, либо людям, проживающим вблизи этих городов. Есть сосудистые отделения для лечения острых сосудистых заболеваний и сердца, и мозга, инсультные, инфарктные. Больные попадают туда в Новотроицке, в Ковандеке, в Солилецке и в Ясном. На местах ремонтировать больницы и привлекать молодые кадры финансово помогали крупные предприятия. Улучшился внешний вид и появились новые кадры. По поводу реализации кадровой политики. У нас действительно была самая аховая ситуация с кадрами. Но на сегодняшний день, с августа 2017 года, мы уже привлекли 8 специалистов. В числе многородов, получивших деньги на развитие, был и Солилецк. Там отремонтировали часть городской больницы. Появилась снова открытая регистратура. А вот проблемы с нехваткой кадров пока до конца решить не удалось. Подробнее в материале. Архитекторы, дизайнеры и врачи. Такой союз работал над новым холлом Солилецкой городской больницы. Много лет здесь была стандартная регистратура с окошечком, за которым большие стеллажи карточек. Сегодня это просторное помещение, оборудованное по новым стандартам. Для города это важно, признались врачи. Ведь здесь наблюдаются не только жители Солилецка, но и многих других городов России, которые приезжают на отдых. Очень приятно, очень мило. Смотреть, даже когда придешь в больницу, сразу легче становится. Ну и доктора молодцы у нас. Качество обслуживания регистратуры, конечно, стало намного лучше и быстрее все. Доступность регистратуры мы решили приближением регистратора к пациенту, с тем, чтобы как можно меньше было препонов. Оборудование какое-то стояло между пациентом и регистратором. Третий год у нас уже администратор. Пункции администратора входят не только в направление потоков пациентов, но и оказание практической помощи, либо в записи. Несмотря на то, что проект реализован, и система заработала, с записью к врачам остаются проблемы. О них в очередях рассуждают пациенты. Например, Валентина Леопольдовна здесь уже больше часа. Сначала врач принимал в порядке живой очереди, потом пришли те, кто по записи. И первые ушли в конец, поделилась женщина. В больницу мы постоянно обращаемся, потому что уже возраст, и муж, и я, и больные часто обращаемся. Труднее всего попасть к неврологу. Бывает, что даже на данный месяц нет записи. Но я не в курсе. Говорят, что она одна на два района. Может быть, по этой причине. У нас проблема в том, что вот мы стоим, сидим в очереди. По времени у нас никак не получается. Потому что у меня, например, сейчас, в данный момент, 11.36, но я еще не зашла. К остальным врачам есть очереди? Тоже бывает такое. Вообще это не только у нее, у всех. В администрации больницы об очередях знают. Объясняют нехваткой специалистов. Нам необходимо на сегодняшний день, и мы приглашаем эндокринолога, потому что территория достаточно большая, достаточно много больных сегодня с эндокринной патологией. Хотелось бы иметь еще одного лорд-врача. Вакантные участки по терапии, то есть участковых терапевтов. У нас есть две квоты по земскому врачу для работы в сельских врачебных амбулаториях. Работаю здесь два года уже. Я сама с Олилецка. Закончила медицинский университет. Очень много больных. Я работаю также в ММЦ, нашем межмуниципальном центре кардиологом, и веду прием здесь. Больных сейчас очень много стало. Они очень многие возвращаются после коронарографии сюда ко мне, встают на учет. Как проблемы с специалистами, конечно, есть. Один кардиолог в поликлинике на весь район, на весь город – это мало. К сожалению, записаться тяжело. Проблема с кадрами актуальна для всего региона. Молодежь не стремится ехать работать в маленькие города и поселки. Тем более за небольшую зарплату начинающего специалиста. Минздрав привлекает выпускников медакадемии выгодными программами – подъемные молодому специалисту, жилье, которое перейдет в собственность спустя 10 лет, или частичная оплата коммунальных услуг. С помощью этих мер проблемы с нехваткой медиков в некоторых районах области разрешаются. Но кадры все еще нужны. Наталья Богданова, Александр Грачев, городской телеканал ЮТВ. Сразу в нескольких университетах Оренбурга стартовал прием документов. ОГУ и ОГПУ уже встречают своих первых абитуриентов. О нововведениях этого года и количестве бюджетных мест расскажут мои коллеги. Основная волна ЕГЭ закончилась, и некоторые университеты Оренбурга уже начали приемную кампанию. В этом году у абитуриентов есть шанс поступить как на бюджет, так и на коммерцию. В этом году у нас, как и всегда, есть прием на бюджетные места и на оплатные места. Если мы говорим о бюджете, то это 2618 мест. Бакалавры – это 1692 бюджетных места. Специальности – это 149 мест. И магистратура – 777 мест. Самое большое количество бюджетных мест у нас на строительстве, по направлению электроэнергетика, информационной технологии, экономика и управление. В университете появились новые направления. На бакалавриате – публичная политика и инфокоммуникационные технологии. На магистратуре – история. Дополнительным стимулом для поступления в ЭГУ станет возможность получить скидку на коммерческое обучение. Будет повтор тех полюбившихся скидок, которые были апробированы впервые в прошлом году и очень успешно. Это означает, что со стоимости обучения, которое установлено еще Министерством образования и науки Российской Федерации, можно получить скидку 10, 15 и 25 процентов при наличии достаточно высокого балла ЕГЭ. Стартовала приемная кампания и ВГПУ. Здесь студентов также ждут интересные направления и бюджетные места. В этом году нам выделено 960 бюджетных мест. Это на 72 бюджетных места меньше, чем в прошлом году. Данная цифра включает в себя и бакалавриат, и магистратуру очную, и соочную форму обучения. При распределении бюджетных мест наш ВОЗ всегда ориентируется на ситуацию в регионе, на востребованность тех специальностей, которые вообще необходимы. Это всегда учителя начальник классов, это учителя иностранного языка, это русский язык, литература, математика. В педагогическом университете были открыты новые образовательные программы. По очной форме иностранный язык и география. Дополнительное образование детей и взрослых и иностранный язык. По заочной форме ИЗО и технология, география и экономика. У нас осуществляется набор на педагогическое образование с двумя профилями подготовки. На сегодняшний день это очень востребовано, потому что выпускники наши в этом случае мобильные, конкурентоспособные. То есть они могут преподавать как русский язык, например, так и литературу, что на сегодняшний день очень актуально. Чтобы подать документы на поступление, необходимо иметь на руках аттестат о среднем образовании и результаты необходимых для специальности экзаменов. При этом список амбитуриентов ранжируется по количеству баллов ЕГЭ, а не по дате подачи заявления. Екатерина Роженко, Дарья Казакова, Александр Грачев, Городской телеканал ЮТВ. Оренбурженка отсудила у перевозчика 80 тысяч рублей. Причиной взыскания стало падение пассажирки в салоне автобуса из-за резкого торможения. Женщина получила травмы средней тяжести. По словам пострадавшей, боли у нее продолжаются до сих пор, а также появилась боязнь ездить в автобусе. Как сообщают региональные СМИ, изначально пассажирка требовала 300 тысяч рублей, однако суд снизил сумму до 80. О том, на каком маршруте случился инцидент, не говорится. Далее у нас еженедельный разбор ДТП, попавших на камеру Уфанет. За минувшие 7 дней на камеру Уфанет попало 3 ДТП, и, как обычно, их виновником становится невнимательность и огромное, просто громадное желание проскочить. Начнем с простого. Перекресток Пушкинской 8 марта. Белый джип по понятным причинам хочет объехать остановившийся на остановке автобус. Однако, совсем по непонятным причинам, он не смотрит в зеркало заднего вида и подрезает белую легковушку, которая уже не могла избежать столкновения. Далеко ходить не нужно. 8 марта, Ленинская. Ситуация сложная. Водитель серой десятки, как только загорается желтый сигнал светофора, начинает немного трогаться. И тут водитель черного Мерседеса, который хотел проскочить. Однако, ситуация спорная. Как написано в ПДД, на желтый движение запрещено. Однако, оно может быть продолжено, если для остановки потребуется экстренное торможение. То есть, водитель десятки все же начал движение раньше положенного, но стоит обратить внимание и на Мерседес. В этот момент горит еще желтый, а в этот уже красный. Границы перекрестка принято отмечать по началу закруглений. То есть, чисто технически, выезжал Мерседес на перекресток еще на желтый. Но вот мог ли он остановиться до этого, будут решать специалисты ГИБДД. Чкалово-Уральская. Водитель красных жигулей пропускает поток машин, чтобы повернуть налево. И вот, когда встречные машины останавливаются перед стоп-линией, он начинает маневр. Однако, тут же получает удар от очень, видимо, спешащего водителя джипа. Светофора на камере не видно, поэтому точно установить виновника в этом случае сложно. Вы тоже можете следить за дорожной обстановкой в Оренбурге в режиме реального времени на сайте maps.ufonet.ru ЕГЭ позади, весенний бал впереди. Накануне состоялась генеральная репетиция масштабного танцевального события, которое состоится 23 июня. Готовы ли выпускники к празднику, узнаем из материала моих коллег. Я сегодня сдала последний экзамен. Было очень, я не знаю, такое чувство счастья, свободы. А после этого еще поехала на репетицию весеннего балла. Вообще просто взрыв вот этого позитива. Месяц не было танцев, и это вот снова вот эта вот атмосфера. Все вместе и танцы, это очень классно. Я пришла, чтобы получить хорошее настроение, потанцевать и отметить сдачу экзаменов. Эта репетиция, она была больше приближена, похожа именно к весеннему баллу. Если раньше мы танцевали, оттанцовывали именно танцы, и цель была научиться танцевать. То есть сегодня мы видели, что все выпускники отлично танцуют. Мы сегодня максимально приблизились к тому таймингу, который будет именно на самом празднике. Сейчас легкость есть, потому что экзамены все сдали, и нет ответственности какой-то либо. И танцуем с легкостью. Участвую в сене балла? Да. С кем ты танцуешь? С партнершей из 11 класса. Это было очень интересно для меня, получить опыт, и в следующем году я бы смог других научить этому. После каждой репетиции я уходил веселый. Это очень поднимает настроение и единит как-то всех выпускников, я считаю. Субтитры создавал DimaTorzok 23 июня на главной площади города, на площади Ленина, мы ждем всех выпускников на праздник весенний БАУ. Это традиция, которую компания Уфанет совместно с администрацией города делает каждый год. И мы хотим, чтобы этот праздник запомнился всем выпускникам на всю жизнь. Я думаю, что 23 числа, в субботу, когда все экзамены уже сданы, уже почти все результаты будут известны ИГЭ. И довольные дети придут на праздник провести этот день вместе. Очень хотим уже. Еще и 23 уже эти статы отдают и полностью свобода. Конечно, готовы на все 100%. Важно прийти на площадь в этот день. Это, мне кажется, для каждого. Потому что столько времени ходили, и все тут сдружились. Мне кажется, снова почувствовать эту танцеру, именно выпускного, очень нужно каждому. На этом у меня все еще больше новостей. Смотрите на сайте utv.ru, а также в нашем мобильном приложении Уфанет ТВ, которое можно скачать в Google Play и App Store. Если у вас возникли вопросы, звоните по номеру телефона 09388. С вами был Алексей Чернов. Всего доброго. Оставайтесь на ЮТВ.